Здравствуйте! Это программа «Будьте здоровы!» Я Юлия Сауляк. И вот, что нас ждет в этом выпуске. Китайский вирус. Насколько он опасен для жителей нашего региона? Победить рак. Как современные научные разработки меняют представление о грозном недуге? Высокотех по полису ОМС. Какие операции самые популярные и востребованные? Снег, мяч и здоровье. Спорторганизаторы предлагают тюменцам освоить новый вид спорта. В Елутровской больнице открылся новый кабинет УЗИ и заработал цифровой маммограф. Отремонтированы палаты приемного отделения и сразу несколько ФАПов. Обновлен парк машин скорой помощи. О других новостях в обзоре. В Тюмени открыли амбулаторный кардиологический центр на базе многопрофильного центра Эндос. Он оснащен современным оборудованием для выявления болезни сердца и сосудов, тестирования здоровья после нагрузок. Пациентов направляют из поликлиник. Обследование бесплатное. В первой областной больнице появился цифровой рентгенаппарат. Он делает снимки с пониженной дозой облучения, что важно для людей с хроническими заболеваниями и детей. Для малышей закупили и крохотные антирентгенные фарточки и воротнички. В четвертой поликлинике врачей неотложки оснастили планшетами. Приходя на дом, доктор видит карточку пациента, может оформить больничный, записать на обследование. Проект признан успешным и будет внедрен в регионе. Коронавирус сейчас главная тема всех новостей. Откуда он взялся и насколько опасен для россиян, в частности, для тюменцев? Мы попытались разобраться в этом вопросе. Подробности в спецрепортаже. Людей реально стало мало, очень много. Раньше тут была такая давка. Так выглядит теперь Китай глазами тюменских туристов. Свободная набережная и пустые остановки. Отменены экскурсии, сокращено время работы супермаркетов. Везде санитарный контроль. Приходяю в отель, всегда меряю температуру, на завтраке меряю температуру. Всегда какие-то тесты инфекцирующие. К ситуации с коронавирусом приковано внимание всего мира. Цифры жертв обновляются ежедневно. Благодаря торговым и туристическим связям Китай оказался ближе, чем кажется. Александр Рябов, тюменец, недавно переехал жить в Поднебесную. Я живу в городе Сиамань, который находится в 700 километрах от эпицентра, от города Ухань. В данный момент у нас подтверждено 4 случая заражения и в целом по провинции 18. Никакой паники нет, особенно среди китайского населения. В данный момент по удостоверению личности можно купить около 4 масок в день. Я зашел в первый главный супермаркет и купил эту маску. Аван Гуанчжан скоро вернется в Тюмень. Сейчас он в Китае на каникулах. В его родном городе пока все спокойно. Лишь особый режим повсюду требует наличия маски. Все хорошо, я живой. И в мой городе тут никто не болеет. Все с маской. Я ничего не буду принять. Когда Гуанчжан приедет в Тюмень, придется пройти особый контроль. В аэропорту Рощина пристальное внимание ко всем пассажирам международных и части внутренних рейсов. Приостановлено железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем. Реализуется весь комплекс дополнительных противоэпидемических мероприятий, которые направлены в первую очередь на предупреждение завоза инфекции в Тюменьской области. Симптомы коронавируса схожи с проявлениями гриппа. Ведь по сути они родственники. И это не первая вспышка. Коронавирусы были открыты еще в прошлом веке. Последние случаи регистрировались в 2002 году в Китае, в 2012 в Саудовской Аравии. Высокая температура более чем у 90% заболевших – это кашель, это насморк, это заложенность носа и першени. То есть ни в коем случае оно не отличается от банального УРЗ, вызванного каким-либо другим респираторным вирусом. Единственная особенность – коронавирус вызывает тяжелую пневмонию. Затруднение дыхания и одышка возможны уже на вторые сутки. Вот к таким проявлениям – внимание. Медики-насторожие в Тюмень завезли и тест-системы на наличие вируса. Лечение коронавирусной инфекции, патогенетической, симптоматической, оно на сегодняшний момент разработано, существует. И во всех больницах страны и в том городе Тюмени оно у нас есть. Профилактика, укрепление иммунитета и гигиена. Фрукты и овощи необходимо тщательно мыть. Лучше ограничить посещение общественных мест, использовать маски. Спрос в аптеках на них уже вырос, но пока тюменцы спокойны. Стоит соблюдать бдительность, а страху поддаваться, я думаю, это не предусмотрительно. Здоровый сибирский дух, так что мы не заболеем. Китайская студентка, у которой был подтвержден первый в Тюмени случай заражения, находится в инфекционной больнице. Ее состояние удовлетворительное. Угроза распространения инфекции считается низкой, но стоит быть на чеку. Онкология занимает одно из первых мест в мире, как причина инвалидности и смертности. Для борьбы с этим недугом врачи и ученые совершенствуют методы диагностики и лечения. Однако полностью победить рак пока не удается. Почему болезнь столь коварна и какие научные разработки ведутся? Мы пообщались с ведущим экспертом в этой области. Ливон Андреевич Ашрафян, врач-онколог, академик Российской академии наук, руководитель лаборатории комбинированных методов лечения гинекологических заболеваний Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России. Ливон Андреевич, какие тренды сегодня в этом направлении? Вот что все-таки важнее – диагностика, качественная ранняя диагностика или высокотехнологичная операция? Я должен сказать, что самое главное, или ошибка, или непонимание заключается в том, что очень примитивно воспринимается онкологический процесс. Надо понимать, что хирургия сама не справится с онкологическим процессом. Сегодня в молекулярной биологии, клиническая онкология открывает многие завесы того, как изначально выстраивается онкологический процесс. Ведь многие этапы его становления нам невидимы. Появились же даже анализы, по которым можно сдать анализ крови и понять, вообще есть ли нет предпосылки. Вот когда появились уже абсолютно четкие признаки, даже по анализам, что может быть онкологический процесс, это уже поздно. И поэтому сегодня даже ранняя диагностика, она необходима, она позволяет какую-то часть больных спасти, но она тоже не по нации для того, чтобы говорить о каком-то существенном скачке в лечении онкологического процесса. Сегодня большое значение имеет профилактика. Понимание того, что нельзя допустить развитие онкологического процесса, и мы знаем, в каких ситуациях, какая группа людей и вероятность развития этого онкологического процесса мы тоже можем прогнозировать. Только тогда мы можем иметь какой-то успех. Тогда, когда сформировался канцерогенез, его развитие идет по самым разным сигнальным путям. И усмотреть, предугадать, по какому из этих путей развивается процесс. Он всегда ускользает. Всегда есть возможность выстроить новые совершенно сценарии развития болезни. Нельзя давать опухоли возможность меняться. Как только опухоль, так сказать, находит другие альтернативные пути, то это говорит о том, что те препараты и те методы воздействия, которые мы применяли до этого, уже на другом этапе, они не будут иметь успеха. Кроме хирургии, кроме химиотерапии, кроме лучевой терапии, необходимы еще точки лазейси, которые нацелены на эти слабые звенья. А такими слабыми звеньями является опухоль ассоциированное воспаление, которое необходимо блокировать. Появились недавно данные о том, что опухоль поддерживает свою жизнедеятельность за счет определенных принципов получения энергетики. Сегодня молекулярная биология очень интенсивно развивается. И, возможно, в ближайшее время появится еще некий слабый звень, который позволит подобрать препараты, и подобрать стратегию воздействия на опухоль с тем, чтобы наши лечебные мероприятия имели больший успех. Надеемся, что всю эту ситуацию можно будет каким-то образом менять. И это очень долгий процесс, требующий неминобородных усилий и научного сообщества, и практического здравоохранения. В регионе развивается высокотехнологичная медицина. Среди самых востребованных операций по замене суставов – тазобедренных и коленных. Их проводят по полису ОМС в двух больницах Тюмени. Ежегодно помощь получают полторы тысячи пациентов. Подробности из первых рук. Кости покрыты хрящом, суставные концы. При ряде заболеваний этот хрящ теряется, и пациент начинает испытывать боли. У пациента появляется ограничение объема движения. Операция заключается в том, что изношенный сустав убирается, убирается головка бедренной кости. И вместо изношенного сустава ставится новый высококачественный имплант, с которым пациент потом может жить до конца жизни и уже не чувствовать боли и какого-то дискомфорта. Имплант полностью имитирует биомеханику движения в суставе. Мы стараемся в своей практике использовать импланты качественные, которые позволяют на долгие годы пациенту забыть про какие-то проблемы, вплоть до того, чтобы в принципе не делать повторные операции. И можно сказать, что это операции благодарны, потому что пациент спустя несколько месяцев после операции просто начинает забывать, что у него установлен искусственный сустав. Самая молодая пациентка ей было 18 лет, самый пожилой пациент – это дедушка 96 лет. Спорторганизаторы вновь приглашают заняться здоровьем детей и родителей, бабушек и дедушек. На этот раз предлагается новый вид тренировок – зимний волейбол, где можно освоить полезную и интересную игру, уточнит наш спортивный путеводитель. Мы же живем где в Сибири, почему бы не поиграть на свежем воздухе? Тем более мороз не очень, так сказать, напрягает. Я просто поддерживаю, кажется, тонус и организм, самоощущение и очень хорошее после того, как и жить хочется, и день веселый, и настроение поднимается. Тюменцев разных возрастов объединил новый городской проект – волейбол на снегу. Конечно, можно играть в спортзале, но там уже неинтересно, там постоянные температуры, жара, тут выходишь свежо, хорошо, дышишь свежим воздухом, заряжаешься энергией от остальных ребят. Зимний волейбол проходит по классическим правилам, но если температура воздуха ниже минус 15 градусов, занятия проводят в спортзале. Главное, что какие-то навыки игры, то есть, чтобы была подача, прием, ну и все, как бы волейбол любительский, профессионалов здесь нет. Одежда для уличных игр должна быть теплой и в то же время не стеснять движений, желательно надеть термобелье. Обязательны теплые носки, перчатки и шапочка. Мечи и другой инвентарь выдается. В Тюмени действуют шесть тренировочных площадок, самые популярные при спортивных и общеобразовательных школах. За каждой закреплен инструктор. Найти подходящую для себя группу можно на сайте городского департамента по спорту или узнать по телефону. Впереди еще месяц зимы, а значит самое время записаться и попробовать свои силы в волейболе на снегу. На этом у меня все. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин